НЕФТЕХИМИК НЕФТЕХИМИК По данному вопросу прокомментировал директор по организации и проведению спортивных мероприятий Лиги Дмитрий Курбатов. У нас поступило письмо из Федерации хоккея России о том, что в Международной Федерации инициировано разбирательство относительно трансфера Наиля Якубова в нефтехимик. До того времени, когда это разбирательство будет закончено, будет вынесено какое-то решение, мы в соответствии с правилами Международных Переходов и ХФ обязаны запретить игроку играть, то есть остранить его от игр, что, собственно говоря, и было сделано. А, как всегда, тонкости, они кроются в деталях, то есть идет определенная разница позиций относительно статуса игрока по отношению к клубу НХЛ, КХЛ, по отношению к клубу Юниорскому, с которым у него был контракт. Ну, я думаю, что в ближайшие неделю это разбирательство будет закончено и какое-то решение будет принято. Мы также продолжаем следить за судьбой хоккеиста молодежной сборной России Николая Прохоркина, который, имея действующий контракт, не явился в расположении ЦСКА и подписал контракт с клубом НХЛ Лос-Анджелес Кингс. За прошедшие две недели с момента отъезда форварда ситуация коренным образом не изменилась. Идет переписка относительно тоже его статуса. Игрок и его родители оспаривают действенность контрактов, которые были подписаны здесь. И, соответственно, мы получаем некие там письма, экспертизу, почерк и так далее. То есть тут ситуация следующая. Игрок здесь провел два сезона, играл, выступал, получал зарплату, все было хорошо. После этого игрок уехал за океан. И оттуда мы получаем письма о том, что, оказывается, и контракты неправильные, и подписи неправильные, и срок неправильный. В общем, все здесь было плохо. Естественно, что тут наша позиция более такая жесткая. Если у игрока и у агентов родители были претензии, они могли их предъявить здесь. Вот ситуация немножко другая. То есть сначала уехали, а потом пишем письма. Нападающий Алексей Крутов, перешедший из Атланта в «Нефтехимик», вчера был заявлен за новый клуб. Также в среду «Форвард» провел первый матч за нижнекамскую команду. Соперником коллектива Владимира Голубовича был автомобилист. Равная борьба в этом матче получилась только в первые 40 минут. А вот в третьем периоде хозяева смяли соперника, забросив три шайбы. В итоге 4-2, «Нефтехимик» третий на востоке. До отчетного поединка минские «Динамовцы» потерпели пять поражений подряд. В кулуарах уже начали поговаривать об отставке Карри Хейкеля. Дескать, сейчас мельчане еще один матч проиграют, и все, пиши, пропало. Признаться честно, в победу «Динамовцев» в Хабаровске верилось с трудом. Ведь Амур на своем льду играет очень прилично. Однако гости сыграли в этом матче за себя и за своего наставника. Счет в игре открыли хозяева. Однако затем гости трижды забросили в большинстве. В первом периоде отличился Степлтон. А во втором отрезке точными попаданиями отметился Лайне и Стась. Хозяева бросились вперед. У хоккеистов Амура было предостаточно шансов на то, чтобы спасти матч. Однако гости выстояли и заработали три очка, которые помогли им подняться с предпоследнего места на Западе. Известный голкипер Андрей Мезин не будет играть за локомотив. Ранее сообщалось, что экс-вратарь сборной Белоруссии должен подписать контракт с ярославской командой. Планировалось, что Мезин на время заметит другого вратаря канадца Кертиса Сенфорда, который получил травму. Однако после объявления локаута в НХЛ состав железнодорожников пополнил Семен Варламов. Так что в надобности приглашение Мезина отпало. Напомню, что летом опытный голкипер расторг контракт с Минским Динамо и в настоящее время находится без клуба. Ну а Александр Овечкин пожаловал с визитом в Татарстан. Ради такого случая трибуны Татнефть-арены оказались забиты под завязку. И надо сказать, что болельщики не прогадали, решив посетить этот поединок, который стал трехтысячным в истории КХЛ. Гости вначале оказались не готовы к штурму, который устроили Барса в начале матча. В десятой минуте подопечные Валерия Белова вели со счетом 2-0. На третьей минуте отличился Константин Корнеев. Удвоил преимущество хозяев в Дане Зарипов. Однако динамовцы еще по ходу прошлого плей-офф показали, что держать удар они умеют и что с характером у них все в порядке. Вот и на этот раз подопечные Олега Знарка смогли вытащить матч. Москвичи здорово сыграли в большинстве. После второй шайбы хозяева чуть успокоились, за что тут же были наказаны Максимом Соловьевым, который сократил разрыв счета. Восстановили равенство гостей в концовке второго периода. Вновь динамовцы получили право на реализацию лишнего. На этот раз результативный бросок оказался на счету Константина Болкова. Уступать не хотел никто, поэтому третий период превратился в настоящую битву. Однако, несмотря на обилие опасных моментов, отличиться никому не удалось. Без голевым остался овертайм, который запомнился травмой, полученной защитником хозяев Степаном Захарчуком. Хоккеист не смог самостоятельно покинуть лед. Зрители пребывали в ужасе, однако Степан настоящий боец. Когда его увозили с площадки на носилках, он известным шестом а-ля «Терминатор» сумел успокоить болельщиков. В итоге доигрались до булитов. «Динамовцы» реализовали все три свои попытки, а вот хозяева дважды не смогли переиграть Александр Еременко. Мастерски исполнил свою попытку Александр Овечкин. 3-2 «Динамо». Нападающий Филадельфии Клод Джиру в ближайшее время может оказаться в одном из клубов КХЛ. Игрок не раз заявлял о своем желании продолжить карьеру в Европе. «Мне уже поднадоело просто тренироваться. Я хочу играть в хороший, качественный хоккей», цитирует Джиру Атава Сан. Напомню, что именно Клод Джиру является официальным лицом игры НХЛ-2013. Кстати, не исключено, что Джиру появится в Словоне, который накануне играл против Югры. Этот поединок стал одним из самых зрелищных в этом сезоне. С самого старта команды, словно забыв об обороне, начали играть в открытый хоккей. И надо сказать, что зрителям, собравшимся на трибунах ледовой арены в Братиславе, такое зрелище пришлось по вкусу. Первый период остался за гостями. Ситников и Хлынцев отличились по разу. Во втором отрезке уже настал черед хозяев, которые также дважды усилиями Олвецки и Миклика огорчили Бирюкова. В третьем периоде команды обменялись шайбами. В итоге ничья в основное время и булиты, в которых больше повезло хозяевам. 4-3 после трех поражений к ряду Югра зарабатывает первое очко. Сегодня ребята молодцы, играли очень хорошо. И, естественно, обидно, играя в большинстве, пропускать третью шайбу. Ну, после трех этих поражений, естественно, даже очко, которое мы сегодня приобрели, я думаю, что все равно им поднимет настроение перед домашними матчами. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ пройдет шесть матчей. Две игры наш телеканал покажет в прямом эфире. В 15.50 начнется трансляция из Омска. Авангард примет Новокузнецкий Металлург. Ну, а в 18.50 матч дня СКА против Салавата Юлаева. Сможет ли Илья Ковальчук разбудить Сергея Зиновьева? В 21.40 премьерная трансляция матча «Трактор ЦСКА». Уже сегодня может состояться дебют Ильи Брсгалова в КХЛ. Ну, и в час десять для тех, кому не спится «Торпеда Донбасс». На этом у меня пока все новости. Болейте за своих, и все будет хоккей. Пока!